Виталий Валерьевич Давайте немножко вспомним. А первый мой вопрос. Давайте вернемся к дискуссии. Почему историки, краеведы все-таки считают год основания не 1730, а 1739 год? Недавно эта дискуссия возникла опять в социальных сетях. Да, эта дискуссия все время то затухает, то с новой силой возникает. В 1739 году здесь была построена плотина. И от этого ведется летосчисление? На зданиях, в средствах массовой информации. Деревня Ось Барнаульская появилась в то время. Но дело в том, что деревни то появлялись, то исчезали. Это были деревни в один-три двора. И население периодически переезжало. Они даже и раньше, некоторые называют цифру 1728 год. То есть это не совсем город, это были действительно деревни. А 1739 это такая дата, которую уже можно считать началом города, скажем так. Началом формирования рабочего поселка вокруг завода. Именно завод определил, что здесь будет город. А вот эта дата, 170 лет назад, что происходило здесь у нас на Алтае? 170 лет назад произошло незаметное событие. Незаметное событие для самих участников его. Из Колыванского завода приехала канцелярия Колываново-Воскресенских заводов. Это главный командир и два его заместителя. И Барнаульский завод стал постоянным местом пребывания этой канцелярии. Сюда стекались все нити управления обширной территории Юго-Западной Сибири. И по мере строительства новых заводов, кроме Барнаульского, Павловского завода, Локтевского, Зминогорского на Алтае, Сузунского, Новосибирской области современной, Томского и Горьевского в современной Кемеровской области, эта территория значительно расширялась. Сюда же относились Ридерский и Зыряновский рудники на территории современной Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан. Вся эта обширная территория нитями управления стягивалась к канцелярии Колывана-Воскресенских заводов. Именно это и сделала Барнауль столицей горного округа и столицей Алтайского края в наши дни. Не будем забывать, что другие горнозаводские центры, современные, превратились всего лишь в районные центры, как, например, Локоть, Зминогорск, Павловск, Сузун, Республики Казахстан, Ридер, Зыряновск. То есть они не получили такого развития, да? Они не получили такого административного значения в наше время, как Барнаул. — То есть нам повезло. Вполне возможно, если бы вот эта вот канцелярия и чиновники, скажем так, основали свой центр в каких-то других вот этих вот заводах, да, городах, то, возможно, там был бы, да, центр? — Да, вы совершенно правы, потому что канцелярия — это не было помещение с вывеской на двери. Это были три человека, главный командир заводов и два его заместителя. Они ведь переезжали с завода на завод для оперативного решения проблем. Дело дошло даже до того, чтобы перенести в Павловский завод канцелярию. Хотели в честь наследника престола императора, не императора, а наследника престола Павла Петровича, будущего Павла I, перенести канцелярию в Павловск. И у Павловска были шансы стать столицей, но, я думаю, вопрос решила ОПЕ. Одна из крупных рек Евразии всё-таки протекала возле Барнаульского завода. Именно это решило спор в пользу Барнаула. Но сегодня многие не могут понять, особенно молодое поколение, для чего нужно восстанавливать Барнаульский серебро-плавильный завод. Но они говорят, что это же обычные какие-то каменные сарайки, и каково их ценность и значение, они не понимают. В мире таких объектов индустриального наследия считаны единицы. Это очень редко. Здесь вот спичечная фабрика, которая была эвакуирована из Европейской России, дала вторую жизнь. Дело в том, что многие заводы, которые эвакуировались на Алтай, вообще в чистом поле строились. Вот благодаря этому, собственно, сохранились не просто там отдельные цеха, а целый комплекс сооружений. Комплекс сохранился, да. Это редкая редкость. И вообще город дышит историей. Нужно ведь не только смотреть, но и видеть. Видеть никто не научит. С того момента ведь сохранились не только исторические названия Павловско-Изминогорского рудовозных трактов. Сохранилась историческая планировка, поскольку размер городских кварталов в Барнауле определили размеры заводской площади. Поэтому кварталы в Барнауле маленькие, а в Новосибирске, например, крупные. Широкие, да? Широкие. Потому что формировался уже в 20-30-е годы, да? 20-го века. Да, гораздо позже. И кроме того, Барнаул резко отличался от других городов Сибири своей планировкой. У него была центральная улица Московская, нынешний Ленинский проспект с бульварной частью посредине, с двумя рядами берез. И вот возврат от тополей к березам – это возврат к историческому облику современного Ленинского проспекта. В советские годы мы привыкли к тополям, да? И вот опять же тоже такая дискуссия возникла среди горожан, да? Что вот тополя вырубают, что березы там не приживутся и так далее и тому подобное. А все-таки изначально были березы, да? Да, изначально засаживали березами. А вот другие заводы, вот вы назвали, да? Локоть, Зминогорск, Сузунда. Там что-то сохранилось? Какие-то строения сохранились? Ну, как комплекс, я знаю, что вообще нет, конечно, да? Вот за Уралом, чтобы комплекс именно сохранился. А вообще хоть что-то там сохранилось в этих городах? Зминогорске сохранился исторический рудник. Дело в том, что вот на месте старых рудников в советское время возникали уже советские горнодобывающие предприятия. А поскольку Зминогорский рудник в центре города, там запрещено проводить добычные работы. Поэтому сам по себе рудник, горнодобывающее предприятие, служит уникальным памятником истории горного дела конца 18-го, начала 19-го веков. Доступ во внутренние ходы закрыт. Но тем не менее, полагаю, что найдутся силы и возможности для того, чтобы превратить этот законсервированный самим временем рудник в памятник мировой истории горного дела. Поскольку здесь, в общем, саксонцы были учителями и весь передовой опыт отработки месторождений образца рубежа 18-го, 19-го веков вон под ногами в Зминогорске. В Сузуне великолепный музейный комплекс из трех музеев. Толчейня, новодел монетного двора и сохранившийся дом управляющего Сузунским заводом. Три музея специально истории зоны. Они сейчас являются туристическим объектом. Я вам хочу сказать, что у нас в Барнауле можно сделать что-то подобное? У нас можно и нужно это сделать. Сколько музеев в Сузуне по горнозаводской эпохе три? Сколько в Барнауле музеев? Ни одного. Хотя у нас сохранился целый комплекс. Хотя у нас условия уникальны. Речь вообще заходит о подаче заявки о внесении комплекса сооружений Барнаульского завода в список мирового исторического наследия ЮНЕСКО. Да, это было бы здорово. Потому что там из девяти пунктов мы просматривали шесть пунктов. Мы попадаем без натяжки. И придумок. Что для этого нужно? Документы собрать и отправить ЮНЕСКО? Что для этого нужно? Прежде всего нужно понимать, что Барнаульский завод – это колыбель города. Если бы не было завода, не появился бы и город, и он не стал бы столицей Алтайского края. Будем надеяться, что это понимание придет и к горожанам, и главное, к чиновникам, и к тем людям, которые сейчас стали владельцами этой части, исторической части, которые будут ее застраивать, восстанавливать. И чтобы не навредить, прежде всего, да, не уничтожить этот великолепный исторический памятник, да, горнородного дела. Ну, конечно. Человек не может жить в колыбели, но и к своей колыбели нужно относиться как должно. Большое спасибо вам за беседу. До новых встреч. Удачи. Спасибо. Спасибо. Я напоминаю, что у нас в гостях был доктор исторических наук, профессор Алтайского института экономики Виталий Валерьевич Ведерников. Спасибо за внимание. До встречи.